У нас идет цикл бесед во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они называются «Во свете Библии» Вот это вечная книга, Библия, Святая Библия, на основании ее, открытым оком. Ну так как я не просто проповедник, а еще и миссионер, 50 лет занимаюсь этой работой, а мне дороги все, и православные, и католики, и сектанты, все, которые вне церкви. Ну Господь позволял свидетельствовать им, и часть из них стали православными, пришли все в московской патриархии, сейчас большинство из них стали священниками, батюшками работают. И какая тема, вот самая-самая злободневная, это о церкви и рукоположении священства. Они так как-то переплетаются, потому что церковь, спрашивает какой церковь? Это возрожденные души, принявшие Христа в свое сердце, там, в сообществе, там, где есть закон и рукоположенность священства, где нет, это не церковь. И вот сейчас я буду говорить о церкви. И когда начинаем беседовать, я говорю, а вы когда о церкви говорите, что такое церковь? Никогда. А у вас проповедуются в общине? Нет, а что церковь? Ну где двое или трое собрались, там и церковь. Притом все одинаково говорят. Пища нас не приближает и не отдаляет. Первая користь, там, восьмая глава открыта. Я говорю, да нет такого, она отдаляет. Да вы что? Ну открывает и открывает. У меня нету. Спрашивай другого, Боря, а у тебя как? Тоже открывает Библию. Библия у всех. А нету. Да как же у нас братья всегда говорят, что пища не отдаляет? Идим ли, ничего не приобретаем. Приобретаете пузо, брюхо, утробу несытую. Я им рассказываю же по-своему. Ну а как же вы говорите, что не отдаляет, когда Адам из рая вывалился из-за пищи? Израиль роптал из-за пищи, мясо требовал, и Бог убил их там. Пища отдаляет человека от Бога. Нельзя ни продать, ни купить. Речь идет не о каких-то там тряпках. А пища для чрева. За жизнь своих человек все отдаст. Пища отдаляет. Да как же у нас говорят, пища не приближает, не отдаляет. Ну неправильно говорят. Скажите своим братьям. Пошли мы. Ты говорил, так говорил. А почему говорил? Да так написано. То есть мы настолько уже привыкли не проверять себя по Библии, что ничего уже от нас не остается. Надо смотреть, что говорит Библия. И что такое церковь? Вот сегодня на эту тему мне хочется сказать. Привести несколько мест священного писания. Ну и как понимали святые это. Нужно сказать, что в Библии одно и то же слово имеет разные понятия. Например, чаша. А что чаша? Чаша на столе стоит? Нет. Она означает сосуд. Матфея 10.42. И страдания. Матфея 26.27, 20.22, 26.39. Так точно слово крест означает страдания. Матфея 16.24. И крест вещественный, на котором был распят Христос. Матфея 27.32. Также слово церковь обозначает и общество верующих, и здания. Мы пошли в церковь. Деяние 11.26. Первое корейство 11.18.22. 14.34.36. Ну, я не могу все места зачитывать. Это очень растянуто. Мне хочется более кратко сказать, чтобы в один ролик вошло. Священное Писание поясняет нам, что храм Божий есть место собраний верующих для молитвы. И называется церковью. И храмом называется сама плоть, наше тело, где живет Христос. И вот мы сейчас посмотрим по Библии, что Бог церковью называет. Церковь это основное Господом Иисусом Христом, искупленное Его крестными страданиями, общество верующих людей, соединенных между собой единой истинной верою под главой Иисуса Христа, законным, преемственно, от апостолов, рукоположенным священством, участвующие в принятии святых таинств, в которых подается благодать Святого Духа для получения вечной жизни. Церковь есть в телах Христа, а глава которого сам Христос. Вот что такое церковь. Это можно несколько раз просмотреть и для себя выписать. Ефесянам 1.22.23 И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Он есть глава церкви. И в этой церкви Он поставил священство, и там возрождаются души. В теле много членов, ноги у рука, зашли глаза и прочее. Но все они нужны, ни один не может жить отдельно. Так и в церкви Христовой. 1 Коринфянам 12.31 Ефесянам 4.11.16 1 Коринфянам 4.11.16 И иных Бог поставил в церкви. Не в секте, не отколовшихся, а в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Дали иным, дал силы чудодейственные. Также дары исцеления, вспоможения, управления. Разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы. Не все. Но все это говорится о церкви. Не написано, что Христос придет за теми, которые вышли из церкви. А сектанты так говорят, я был православный, а потом вышел из православной церкви. Вышел. А разобраться православным ты и не был, только считался как большинство. Церковь же состоит из земной воинствующей, ну, с врагом рода человеческого. И к ней принадлежат все верующие, живущие на земле. И церковь же состоит из небесной, торжествующей над дьяволом. К ней принадлежат все умершие святые люди, ангелы Божии. Но та и другая имеет одну главу Христа, составляющую одну церковь Христову. Разделение, перегородки, говорит, не будет. Где? Вот перегородки до неба не возрастает. Все это друг от друга говорят. Да нет перегородок никаких, есть церковь и не церковь. Где нет рукоположенного священства, не церковь. Никаких перегородок нету. А то наши перегородки до неба. На небе я искал православных нету. Я искал баптистов нету. Ну вот эти басни рассказывают. Пиесятники тоже, говорят, слышу, за дверями поют. Открыло, там двое православных. На другое там тоже поют. Они как здесь пели. Писание это не исследовало. Все пели, мурлыкали. Ну и до мурлыкались, до курлыкались. Потеряли Библию. Вот этот там в белом костуме Хенни какой-то выступает. Шаповалов, посмотрите, Ледяев. У них Библию я ни разу не видал. Они падают, орут утробно. Но эти не дошли до этого постепенно. Но это все по ступеням шло. Господь отдал суд церкви. Это есть высший суд на земле. Некоторые говорят, как так? Очень просто. Матфея 18, 17. И скажи в церкви о согрешающем. А если в церкви не послушать, то добудет он тебе как язычник и маитарь. Высший суд. Но это все в церкви. А сектанты теперь, а мы тоже сказали, это в нашей церкви. Да нет другой церкви. Она одна. Ну на земле много церквей. А одна церковь, она всегда была одна Христом основана. Она может быть в разных отделениях. Разделяться чем-то. Пониманиями какими-то. Но это церковь. Вот интересный момент. Везде, где у сектантов разговариваем, рукоположения нет. Есть только одно место, где говорят, что есть рукоположение. Подлинно от апостолов. Но не доказывается. Это англиканская церковь. Но настолько близко подошли к объединению с англиканской православной перед самой революцией. Как говорят, что революция только помешала этому. И поэтому, когда к нам приезжают англикане, если случается, то мы им говорим о рукоположении. Говорят, у нас есть закон о рукоположении от апостолов. Мы им ничего не доказываем. Я ни разу в жизни в беседе с католиками не доказывал им, что Дух Святой исходит от Отца или Сына. Это все запредельно далекое. О рукоположении говорить не надо. Если у православных от Андрея апостола, у них от Петра. Это одна церковь. Это не две церкви. Он начинает говорить, что две ветви равные, а одна церковь. А одна церковь подчиняется только разным. А когда отошли, там все уже у них нанесенное. Да что вы католиков признаете за церковь? Конечно. С массой недостатков, с инквизицией, с индульгенциями. Но это церковь Христова. И он ее переплавляет. Он ее освобождает. И там все не такие. Еще есть такие, как Мать Тереза, Франциск Осийский, Фома Кимпийский. Там он не один же. Церковь, значит, Христова, она единая. Матфея 16, 18. Я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. На исповедании Христа, а не на самом Петре. Тут понимается так. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1, 17 стих. 1 Коринфянам 3, 11. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Иисус Христос, это означает принятие Его верою и Его слова, которые Он говорит. Если любите Меня, Меня соблюдите слово, заповеди Мои. А Христос говорит о церкви, Он создал ее. Но если Он создал ее, говорят, а когда Он ее создал? В день Пятидесятницы. А для язычников дверь приоткрылась в доме Корнилия. Если в первом случае Деяния 2 глава, далее 10 глава, тоже Деяния. Это единая церковь. Так она разделена? Не разделена. Нет во Христе Елена, нет иудея. Но Господь приоткрыл как бы две половинки, образно говоря, двери. Вначале там были только иудеи. Там была Божья Матерь, человек 120. День Святой Пятидесятницы. Ефесянам 1.10.23 Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив Одесну из себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства. Это с большой буквы все. Это какие-то силы непонятные на небе. И всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая с тела Его, полноты наполняющая все во всем. Так, была церковь или не была? Павел говорит, поставил на церковь. Ну, я беседую, имею в виду всех сектантов, которые не в церкви. Скажите, церковь, она была во время Христа? Да, была. А куда она делась? Ну, она пала. Ну, а когда пала? Счисло назовите, чтобы знали мы. Где? Да ничего же вы не назовете. Ну, а где он дальше сказал, что теперь давайте другую, я вам основу, и это будет его церковь? Где это есть? Ну, ни одного слова не сходит. Он основал ее во веки, веков и до конца. И все будут спасаться в церкви. Так, а там такие есть попы, там есть, вот живут богато. Правильно, в Доме Божьем есть сосуды в низком употреблении, в честном употреблении. Есть богатые золотые ночные горшки. Но ночные горшки тоже нужны. Евангелие от Иоанна 15, 1-6 стих. Я есть им истинная виноградная лоза. Колоссиным, 1-16-18. И он есть глава церкви, глава церкви, не секты. Так это вы называете секты. Почему я называю? Но если вы церковь, скажите, когда вы возникли? Определенно. Ну, допустим, вот то, что я говорю сейчас, будут слушать баптисты. Скажите, когда ваша церковь образована? От апостолов, возвращаемся назад. Если от апостолов, назовите, кто так верил, как вы? Что вот так сборники были, приходили, вот так молились, глаза закрыли, стояли вот так вот, скамейки стояли. Вы ничего не докажете. У вас нету прошлого. Вы безродные. Вы можете показать от начала, где-то 1639 год, от Джона Смита. Ну, не могут же вы возникнуть марксисты раньше Маркса, и Ленинса раньше Ленина. Не могут магометания быть раньше Магомета. Как вы баптисты могли возникнуть раньше, когда в 15 веке вы ни одного не можете назвать, кто так верил? Ну, назовите, где? Вальденцы всех херетиков собирают. Да они не так верили совсем. Кальвинисты, гуситы. Я знаю, что они говорят. В 15, в 14 называйте, все, на этом кончилось. Каждый век, ну это 100 лет, лет, ни дней. И ни одного, ни дня нету. Ну же вы думаете, все. А у церковь жития святых, жития святых. 12 книг Дмитрия Ростовского. И в каждом веке, в каждом месяце, на каждый день память святых, как они жили, описано, все. Здесь ничего нету. Сплошной обман. Любая секта, это обман. Это духовное повреждение. Это ненормальность в мышлении. Евангелие от Иоанна 11, 52. И не только за народ, но чтобы и рассеянных щад Божиих собрать воедино. Значит, опять собрать. А зачем собирать, если можно без церкви? Филиппийцам 2, 2. То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомыслны. Как можно быть единомысленны, когда ушли из церкви? И вот приводят какие-то, бывает, выражения, сравнения. Я в интернете сейчас, больше в интернете нахожусь. И вот они кого только там не собирают. И все какие-то иностранные. Ни разу никто не приведет Златоуста, Василия Великого, Григория Низского. Какие гиганты духа были. Киприяна Карфагенского, выдержки из Иоанна Кронштадтского. Никого нет. Аж ржонцы Майерсы там собирают. И все сегодняшнее. То есть почему? А дальше никуда не идет. Когда они цитируют кто-то там, Великая борьба Елены Уайт, это все говорит о том, что у них никого раньше не было. За Елену Уайт они не могут шагнуть. Они могут теперь ссылаться только на баптистских. А баптистские могут ссылаться только на католических, на каких-то. Откуда они выше? Больше ничего нет. Иоанна 17 глава. Римлян 12.16. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте. Но наследуйте смиренно. Не мечтайте о себе. Вот в этом помещении, где мы сидим, тут баптисты приходили разные. И вот мы договариваемся с адвентистами седьмого дня. Здесь Линк, фамилия его была. Давайте так. Вот у нас в воскресенье, ну в 11 уже все. Приходи, присвитер сюда, и у нас будешь говорить, сколько надо? Ну сейчас. Сейчас будешь говорить, о чем хочешь говори. О субботе говори, о том, что у человека души нет, что ада нет, вечного мучения нет, о десяти не. Ну говорите, что желаете. Ну а потом, в следующую субботу, я к вам приду. И вы мне дадите у вас так же выступить. Хорошо. Притом мы разговариваем с баптистами, с пятидесятниками. Договариваемся. Дальше они друг друга не знают, что я договаривался. Ведут себя одинаково. Наступает момент встречи. Все отказываются. Все. До одного. И что нигде никогда не было ни разу пока ни одного. А было такое, что вот на таком высоком уровне. В Грузии было. Там патриарх Илья II, и там был пресвитер у них в Тбилиси, Гога. И ему разрешили у них проповедовать в храм Сионе. Это как у нас храм Христа Спасителя. Я его посетил, он очень больной в это время лежал в Грузии. И он говорит, ну я выходил и говорил, очень и очень хорошо принимали. А их священник приходил к баптистам и там проповедовал. Говорили, не обходя там. Давайте, что нас объединяет, говорить об этом. Об этом не надо говорить, что объединяет. Надо говорить о том, что разъединяет. Мы всегда говорим там, где гайка потерялась. А если у нас одинаковые колеса на машине, нам не надо говорить. Мы говорим о том, что у тебя плохое горющее, ты ехать не можешь. Мы говорим о том, что у тебя нет ни одного ключа правильного. Ты не можешь открутить. А коллектор у нас одинаковый. Зачем говорить? У тебя и у меня. Мы даже не нуждаемся друг в друге. И вот он говорит, подошла ко мне одна бабушка. И говорит, ты антихрист? Я, говорит, так и опешивал. Почему я антихрист? Ты выходишь проповедовать и ни разу не перекрестился. У тебя уже печать на лбу. Я подумал правильно. И почему ты не одет хотя бы подрясник? Все священники одеты, и ты нет. Ты антихрист? Ты понимаешь, нет? Она бабка свернула, все. Патриарх договорился, патриарх разрешил, бабка одна свернула, все. И больше ни разу не разрешили. И он страшно сожалевал. Я бы сейчас надел какую угодно надежду. Показывает, я перекрестился бы. Ну почему я тогда высокомудрствовал-то? Зачем я это делал-то? Тысячную аудиторию я лишился. Накрестное знамение, оно не в грех. Не требует служения рук человеческих. Там же не про это сказано. А думайте, те, кто думает, что думает правильно. Невысокомудрствуйте. То, что вы толкуете, все это истолковано с первого века. Возьмите блаженного феофилакта. Я недавно переиздал это. Покажи мне трехтомник. Потихоньку подойди. Это он взял из всех святых отцов. В основном из Иоанна Златоуста. И я его переиздал трехтомник. Толкование блаженного феофилакта. Очень хорошее издание. Дай-ка крупным планом. Посмотрите, с закладками. Вот они. Правильно тут. Новый Завет. В каждом томе 752 страницы. Вот она, как выглядит. Смотрите. Здесь Новый Завет. Том первый, том второй, том третий. И мы раскрасили Гюставо Доре. Здесь 230 картин. И вот. На мелованной бумаге. И вот все помещено. Здесь 240 страниц иллюстраций. Вот. Я когда-то от руки переписывал. А потом перепечатывал. А потом Бог позволил мне издать. Среди этих книг. Вот этот Новый Завет. Он в подарок послан Путину Владимиру Владимировичу. Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Патриарху Кириллу. Примерно 150 священников и епископов. Получили даром. Даром получили. То есть это мы сделали сбор денег. И это все было издано. Здесь примерно издание. Это обошлось. Ну примерно так. 14 миллионов рублей. В прошлом году мы посетили 240 городов и сел. Миссионерская поездка. Везде я дарил книги. На 3 миллиона 150 тысяч подарили наших книг. И мы очень много покупаем Евангелий. Новых Заветов. И дарим. Из дома в дом заходя. Православные. Заранее скажу. Никто нам так не вредит. Как православные батюшки-попы. Никто. Если там баптисты находятся. Они тут же приходят и помогают. И отходят. Сразу нам такую-то можно достать. Можно достать. Можно. Это даже продается. Но у меня так из книг, которые я издал. 90 примерно 5 процентов даром отдается. А маленько там на поддержку продают. Вот эти 3 тома вместе. Это 1500 рублей. Хотя одна книга в магазине я понес. Она стоит 1500. Это к слову так. Вот апостол Павел далее говорит. Второе Тимофея 2.20. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные. Но и деревянные. И глиняные. И одни в почетном. А другие в низком употреблении. Ну когда говорят, вот священники такие и не такие. Ну и что из этого? Уходить из церкви? У нас в государстве не такие правители. И что бежать в Америку? Это моя родина. Я здесь родился. А церковь это единственная родина. Даже если ты родился где-то на помойке. Даже если ты родился где-то у бомжихи где-то. Это твоя родина. Не забывай ее. Это наша родина. По земному я говорю. А в духовном плане церковь рождает. Сектанты, которые любят Слово Божие в эту Библию. Они должны знать, что канон церковный установлен в апостольской церкви. Православный Ми. И перевод сделали четыре духовных православных академии. Вот. Псалтырь. Вы считаете псалтырь? Евангелие от Иоанна. Матфея сказать. Я спрашивал баптистов. Ни один не говорит. А кто переводчик? А зачем? То есть не надо. То есть, как пишет Расул Гамзатов, у другого моря здесь вмещается. А у другого один бурдюк. Чуть-чуть и лопнуло. Перевели православный. Это профессор духовной академии. Воспитатель царских детей. Герасим Петрович Павский. Сегодня пытается по словарям переводить. Смешно. Я когда беседовал с Александром Менем. Был такой священник. Я говорю, а вы могли бы вот так перевести? А он работает евреем. С еврейскими оригиналами. С рукописями. Он засмеялся. Говорит, да что? Это у меня в аудио написано на моем сайте. Да что вы? Разве можно сравнить мою и то, что Хвольсон? Давид Аврамович. Нет, конечно. А здесь знать ничего не знают. Как у иеговистов. Они перевели новый перевод. Им исследование сделали. Из шестерых пятеро не могли просчитать предложения. И один только смог просчитать, но не мог сам составить. Вообще обман. Полный обман. Наша Библия 1876 года. Синодальный перевод. Одна из самых лучших или самая лучшая в мире. Экклесиастам 7.20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Что уж так привязывается-то? Больше-то придумывают о священниках. Я им в вину ставлю то, что не учат. Только одно. А они не учат и противодействуют этому. Вот это смертный грех. А как он живет? На каких машинах ездит? Меня совершенно это не касается. Иоанн Гротаус говорит. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священнике, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. Никакими крестами не отобьешься. А одна душа, а их миллионы гибнет. Нет человека праведного. Мы должны согласиться. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном, большее попечение. А там Матфея об этом говорит. И в 1 Коринфе 12.24. Притча 20 глава 9 стих. Кто может сказать, я очистил мое сердце и очистил от греха моего? О себе не знаешь? Когда помыслишь, что на страшном суде все откроется, что я делал тайно, никто не видел. Только одно утешает, что за меня умер Христос. Он за меня пролил причистую кровь. Он омыл и мои грехи бросил за хребет. А от меня что требуется? Войти в церковь и быть послушным чадом ее. Верить Христу и исполнять святые заповеди его. Быть водимым Духом Божьим. Быть рожденным свыше. Яков говорит. 3.2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Мы ведем серию бесед во свете Библии. Поэтому так много мест Писания я привожу. А что значит много? Я Иоанна Златоуста 12 томов на пленку начитал. Ну естественно я исследовал, смотрел сколько в греческом, сколько знаков. Быстро он говорил или не быстро, вот это не знаю. Его проповедь была в среднем 25-35 минут. И в среднем он приводил выдержки из Библии 70 раз. Во время одной проповеди 70 выдержек. Но у меня проповеди были покороче. В среднем у меня в каждой проповеди было вкраплено 35 мест Библии. 35. Это немного. Яков говорит, много согрешаем. 1 Иоанн 1.8. Если говорим, что не имеем греха, обманываемся и имеем грех самих себя. Истины нет в нас. Евреям 4.15. Эфессианам 1.20.23. Колоссианам 1.16.18. Церковь состоит из живых, которые здесь борются. Называется борющаяся церковь. И из усопших, умерших, торжествующих уже на небе. Матфея 22.32. Я Бог Авраама и Бог Исаака, Бог Иакова. Бог и не есть Бог мертвых, но живых. Римлянам 14.8.9. А живем ли мы и для Господа живем? Умираем ли и для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Как хорошо быть под владычеством Христов в церкви Христовой. Лука 20.37-38 стихи. К церкви принадлежат и ангелы, и святые. Лука 15.10. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. Ивреям 12.22.23. Церковь апостольская ведет свое начало и во всем порядок имеет от святых апостолов. А что от апостолов в любая секта? Никто не может показать этого. Нет. Ефесянам 2.21. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. Значит, слагаясь в настоящее время, и говорит, а из вас восстанут лютые волки. Мне, которые будут говорить превратно. Несмотря ни на что, эти люди уже отпали от церкви. Они только видимы еще в церкви, а уже на сакральном уровне их там нет. 1 Коринфянам 14.40.33. Только все должно быть благопристойно и чинно. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех старквах у святых. Ну скажите, баптисты признают новых харизматов? Что они вытворяют сегодня? Как они падают, как он крикнет и ползала падает. Какая-то сила. В житиях святых только написано, так делал дьявол. И встанем, говорит, и стоим прямо, а у них падает все кверх ногами. Мы встали и стоим прямо, а они падают. Падать надо только поклоняясь перед Богом, совершив крестное знамение, как сейчас великий пост на Андрея Критского. 502 поклона, не считая, Господи, владыка живота моего. Отделившиеся от церкви, хотя и верят во Христа, но они враги ему. И их ожидает погибель. Так понимала всегда церковь Христова. Матфея 12.30, Иуда 1.11, 16.19, Матфея 18.17, Матфея 7.22. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и вы знаете, что он им скажет? Исцеляли, да, исцеляли. Идите, проклятый, в огонь вечный. А мы языками говорили, идите, проклятый в огонь вечный, вы не в церкви были, вы не слушали Слово Божие. 2 Петра 2.3. Ибо из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И везде все обирают и обирают, где не послушаешь, везде одно, и священники все корыстью погубили. Трусость и корысть, корысть и трусость. Захватили. Деяние 17.11. Здешние были благомысленные фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием. Ежедневно разбирают писание, точно ли так. Ну что можно узнать из того, что я говорю? Дальше я показал это. Вот эти книги, они у меня находятся на сайте, их можно скачать. Вот этот сайт. К истине один народ.ру. А вверху там, у сайта написано православный форум Игнатия Лапкина, зеленым по коричневому фону. Вы не воткните на наш форум. Там 1300 темы, там поисковики везде. Там есть в аудио Златоуз 12 томов, начитанный мной Библия, Архипелаг ГУЛАГ, Жития Святых, 5 томов Добротолюбия. Зайдите. Там нет вирусов. Это государственная система. Вот ежедневно они разбирали. Я к тому говорю, что надо серьезно работать над этим. Вот услышал что-то не так. Вот я, патриарх выступает, где патриарха, послайте выступление, я перетаскиваю себе на форум. Выступают у баптистов проповедники, я тоже к себе на форум. И никаких дальше не даю в комментариях, ни тому, ни другому. Разберется человек. Многое хорошего говорят у адвентистов седьмого дня. Я от них ролики тоже себе перетаскиваю. Потому что дух дышит где хочет. Но для спасения надо войти в церковь. Единственное, чего не хватает сектантам, это иметь рукоположенных епископов. С тем, как примут рукоположенных епископов, у них их секта превращается в церковь. Сразу же, в тот же день. Но как это сделать? Ну, я видел, может, слишком упрощенная схема, но, видимо, Господь не допускает пока. Деяние 28, 22, 29. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Ну и правильно, о каком учении? Который апостол преподавал. А некоторые говорят, подражайте мне, как я Христу. Да Павел говорит о себе, а не о сектантах. Так любой еретик, скажешь, подражайте мне. А сам Христу-то не подражает. А грубело сердце людей, их и ушами с трудом слышат. И очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Ожесточение сердца. Иногда бывает обращение там, где не ждешь. Притом мгновенно и сразу. Дух действует незримо. Иногда кажется, вот этот человек настолько прочно стоит, уже перешел, внезапно его нигде нету. Вообще нигде нету. А почему? Отрекся от Бога, ушел. Стал неверующим. То есть никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. И поэтому мы начинаем все беседы, все с молитвой. Вот с молитвой начали, беседуем. Ну тогда были магнитофоны, видео не было. И записывали. Большинство людей сидят и записывают. Ну тема не окончена, большая тема. Это на несколько встреч бывает даже. Хорошо. Когда встреча будет? Да давайте завтра встретимся. Я говорю, только запомните. А людей немного было, на дому беседовали. Вот вы сейчас записали? Да, вот записали, вот показывают, все у нас записано. Вы где-то положите, чтобы у вас не исчезло. Завтра мы продолжим. А куда оно исчезнет? Вы сегодня почитаете указанные места? Почитаем. Понимаете? У меня опыт есть. Что на завтра прихожу, ни у кого надписи нету. И живут одни, ребятишек никого нету, все взрослые и все единодушные. И исчезают записи. Вы положите в разных местах. На утро прихожу, ни одной записи нету. Они до того удивлены, даже в страхе смотрят. А ты куда положила? Ну я вот сюда положила, и нет нигде. Ну кто-нибудь приходил, не приходил. А я уже это знаю. То, что сейчас слышите, это переврут, дальше перенесут по-своему. Но я сказал все. А ты мог бы лучше сказать, не могу, это вершина. Но я бы мог места, которые я называю, и мог бы читать. Вот это еще можно. Так. Если, допустим, адвентисты, их религиозное образование является церковью, то что тогда... И кто создал церковь, и где церковь? Если церковь. А где та церковь, которую Христос образовал? Он говорит, врата Ада ее не одолеют. Ну показать надо ту церковь, а не которую вы образовали организацию религиозную. И назвали ее церковью. Христос убеждал, что врата Ада не одолеют ее. И пусть она конкретно покажет нам дату, когда церковь перестала быть церковью. Говорит ли что-нибудь в Священное Писание об образовании новой церкви взамен устаревшей? Где-нибудь. Когда говорится в Откровении семи церквам, это не периоды времени, а состояние души. Состояние, в котором душа находится, она как бы в день может во всех семерых перебывать. Если от них самих двое или трое отделятся во имя Христа, и завтра их будет уже сто человек, то признают ли баптисты их церковью? Я спрашивал их, они говорят, нет. Ну от вас ушли двое. Ну а дальше? Ну а дальше? Ну они еретики. Да может быть и не еретики. Они не могут большими еретиками быть. Учение осталось тоже ваше. Но церковь, вы их признаете? Нет, не признаем. Это все говорят одинаково. Даже те, которые пришли, называются церковь Христа. Такие еретики тут были. Правда признали тоталитарной сектой почему-то, их не знаю. Они хорошие тоже люди. Числа 16 глава до 8-й, 34-й стихи. Это главные убойные стихи против всех сектантов. Они все принадлежат последователям Дафана, Верона и Корея. Их ждет та же участь, которая постигла этих людей, которые стали отрицать Моисея и Аарона. Что говорят о церкви святые отцы? Для сектантов, конечно, это не авторитет, но послушайте. Игнатий Богоносец, 1 век. Епископ Антиохийский. Львы растерзали на арене. Чадо света и истины, бегайте разделение и злых учений. Но где пастырь, там и вы, как овцы, едите. Послание к Филадельфийцам, глава 2, 3, издание 1895 года. Святой Кирилл Киприан. Всякий, отделяющийся от церкви, чушь для нее. Он не потребен ей, он враг ей, не имевший матерью церковь. Не можете отцом своим Бога иметь. Хотя бы эти люди предали бы себя смерти за исповедание имени Христова. Грех их не омоется и самой кровью. Неизгладимая и тяжелая вина разделения не ощущается даже страданиями. Творение святого Киприана, Единство Церкви, часть 2, 1891 год, Киев, страница 181. Это мученик, умерший за Христа, Киприан, когда еще церковь не стала официальной. Вне церкви нет жизни. Дом Божий один. И никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа. Иероним Стридовский. Еретики не церковь Христова, а синагога Антихриста. Творение блаженного Иеронима, часть 4. Какая цель того, что я говорю? Есть такое выражение одно у языка Иля, 3.18. Если ты видел погибающего, согрешающего, ты его не предупредил, он погибнет, а его кровь я взыщусь в тебя. А если ты говорил, то он погибнет, и кровь его на нем, а ты спас свои души. Я с этой целью говорю. Я не утаил ничего. Один человек, я не знаю авторства этого, он говорит, если бы знание давалось под условием никому его не передавать, то я отказался бы от самого знания. Что-то похожее у нас должно быть. Мы должны делиться теми дарами, которые дал нам Господь. Вот когда меня судили в 1986 году, то мне инкриминировали многое из Ярла Николаевича Пейсти. Это протестантский радиопроповедник. И у меня было 134 часа слушать его проповеди. 134, столько у меня было проповедей, притом прямо от него полученные сельсинки. Мы через Ригу получали, рижская группа была там. И мы его распространяли везде. Я его на пленках перекрутил на бобины большие, и мы по всей стране распространяли. Я спрашиваю, вы такие уже продвинутые, так скажем, протестанты. Вы что, у Златоуста ничего не нашли хорошего? Его слово о Пасхе вам не нравится? Да не читали ничего. Ну, знаете, которые научились прыгать, плясать, кататься, так и есть. Посмотрите сами на себя, как одеты. Почему именно так? Почему старые люди вами недовольны? Приходите в брюках, в украшениях, накрашенные. Я знаю по баптистам, которые местные, которые пожилые, они говорят, очень недовольные. В мое время таких не было. Соломудрие полностью потеряно. Как-то у отделенных, ну, мы неоднократно встречались с руководством, может быть, это повлияло. Я говорю, ваша вина в том, что все самотеком идет. Никто не исповедует. Но опыта-то нет никакого. И они стали исповедовать, буквально исповедовать. Правильно, жениться, как заявляют родители, выносятся помолвку и как. Как молодых стали исповедовать, и на ней нашли столько, которые живут в небрачной жизнью еще до брака. Баптисты отделенные. Когда у них братья были в это заключение. Я говорю, что, ну что, выправляем положение. Так почему же вы раньше это не выправляли? У церкви Христовой семь вселенских соборов было, девять поместных. И на них все это уже прорешивалось. Ко мне приходит руководитель пятидесятников, ну, они тогда назывались так. И говорит, у нас брат один, проповедующий, впал в нарушение седьмой заповеди. Ну, то есть, прозаический блуд. Ну, вот, просится опять проповедовать. Ну, мы его отлучили. А на сколько? Да не знаем. И он приехал ко мне сюда, чтобы спросить, на сколько отлучают. Я говорю, ну, наши каноны-то на вас не действуют, вы же еретики. Но все равно. У нас отлучается, если прелюбодей на десять лет, если блудник, у него жены не было, там, на семь лет. Ну, вот такое дело. Ну, у нас побыл он полтора, вроде, месяца. И опять пустили. Да какая-то эпитемия, полтора месяца. Ну, так он опять впал, опять его поймали. Он не сознается, но поймали. Уже она, прелюбодейка согласилась. Уже с другой. Так сколько же ему лет? Шестьдесят пять. Значит, крепкий мужик-то. Если он еще сестер меняет. Ну, и что? Ну, опять отлучили его. Ну, опять плачет. Плачет очень искренно. Ну, и как? Я говорю, все и навсегда. Блудник не может быть священник. Священник, если замечен в блуде был, санк снимается навсегда. А они бывают там, мальчиков, знают, беззаконие. Они должны быть все извергнуты раз и навсегда. Это уже с патриарха должен санк сниматься. Если он не наводит, насколько миллиардов долларов там откупаются католические за развращение малолетних, за педофилию. Ну, это правильно. Продают даже из храма свои, чтобы только рассчитаться, чтобы их не посадили. Каноны гласят об этом. Если он женится на артистке, сам парень себя сохранил. Он не познал женщину. И женится на девушке, но на артистке. Как Пугачева, допустим. Я не о чем говорю, а именно что артистка. То его священники ставить нельзя. А если он впал в блуд, до еще будущего, после крещения, до рукоположения, тоже ставить нельзя. А если он женится на той, которая не девственница, тоже священники ставить нельзя. Это каноны. Они все нарушаются. Сегодня действующих канонов православной церкви, патриархии. 719. Я много лет занимался этим. 413 канонов, правил, это 57%, нарушаются ежедневно, умышленно, целенаправленно. Если правила включить, самые основные, священников останется очень мало. Вот это 14-15 правила Вселенского 6-го собора. Самый большой собор. До 30 лет священники не ставить. Его ставят юнца 18-летнего. Я таких встречал даже. Уже и романах. Он женщин-то не видал. Уже ставят его. Поэтому патриарх сегодня должен быть запрещен. Его на раньше 30 лет. И так дальше всех переберите. Если крестят не в полное погружение, а вот так лбы мощат, извергнет из сана апостольское правило 50-е, ну и 49-е. Что непонятно-то? Ну включите правила православные. Я к ним обращаюсь где-то. Сектанты-то не верят. Почему они не в церкви? Они увидели безобразие в церкви какие. Они от добра ищут добра. И за сектантов нам еще придется отвечать православным. Ну, не знаю, как с меня. Я всего лишь проповедник. Я не священник. Но были же, а дальше видели. Сколько у них хорошего. Они правильно говорили. Сейчас говорят католики, что если бы был Мартин Лютер сегодня, то его бы и даже, может, не отлучили. И многое, что говорил Лютер, сегодня уже прямо вписывается в католическую церковь. Ну, спрятали Библию, ее просто нету. Он ее переводит. Они как на Бога литеране на него молятся. Да и понятно, он перевел Библию на понятный немецкий язык. У нас все еще стоит на том месте, где надо на славянском, церковно-славянском. И стоим, мыкаем, ныкаем. Меня иногда спрашивают, но у вас молитвы есть, на которые Бог не отвечает? У меня нет таких молитв. Я могу сказать, одна есть, но она такого полусакрального вида. Я против, что 40 раз говорят Господи помилуй. Больше трех раз нельзя говорить. Не надо. И пока я молюсь, толку никакого нету. Господи помилуй, Господи помилуй. И ничего не верят, как будто бы. Не верят. Вот отец Дмитрий Смирнов об этом говорит. 25 лет крестил, посмотрел, и никого нету. Там единицы где-то. Кого я крещу, что делаю? И сегодня уже крещу только истинно верующих. Я давно об этом говорю. Прекрати детское крещение. В церковь принимать только сознательно уверовавшие. Которые приняли Христа в свою жизнь. Которые живут во Христе. Тогда это люди будут в церковь. Но у нас в православных вход в церковь неправильный. А вот через механическое действие. Принесли ребенка. Батюшка ему ладошкой мокрое сделали. Полил его там из черепушки. Все. Христианин. Да уже в первую же неделю внук детсадик он неверующий. В неверующей семье. Совершенно неверующий. Как этого не понять? Поэтому то, что я говорю, это в первую очередь относится, ну это несколько к православным. Вот несколько, тут я уже сказал во свете Библии, для тех, которые неправославные. Такие спорные где-то моменты. Но выход всегда есть. Через Христа и Слово Божие. Мне нравится прекрасное изречение Мартина Лютера. В мире есть одна книга Библии и одна личность Христос. Все остальное должно быть в этом. И через свет Святой Библии мы все это рассматриваем. Повторяю, у кого есть желание узнать больше, заходите на наш сайт. А вверху в сайте, когда зайдете, там написано «Православный форум Игнатий Лапкин». Или в Mail.ru заходите. Зарядите Игнатий Лапкин. Все. Да благословит нас всех Господь ему слава во веки веков. Аминь.